Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрировал аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. По третьей ты сможешь получить випку и пушки неон. Также недавно была открыта четвертая ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прожаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам и огромная остатка, качественный отгиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Серега. Прежде чем мы начнем, для своих подписчиков в эти замечательные праздники разыграю 3 допуска к синдикату, боевые очки или же кредиты на ваш выбор. Чтобы принять участие, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Скоро намечается куча праздников, а в Warface администрация вообще обожает их праздновать. Ну что, вроде бы мелкий праздник, который, ну, кто-то празднует, кто-то не празднует, но в игре всегда на какие-то мелкие праздники проводятся прикольные акции, какие-то пушки интересные добавляются, скины, хотя бы ежедневные подарки заменяются какими-то интересными. Недавно вообще было то, от чего я полностью охренел. Админы дали пин-код на миллион активаций. Что-то может быть випка на час, боевые ботинки на две минуты, что же еще? Нет, там были пушки, сука, навсегда. Диссерт Игл навсегда и нож Ультрамарин Драконоборец, который выглядит реально клево. И они были навсегда абсолютно для всех. Вы могли создать миллион аккаунтов, активировать миллион раз этот пин-код и получать вот эти пушки навсегда на все сервера, просто перейдя по ссылке. Конечно, я понимаю, канал админов апнул миллион подписчиков, вроде бы очень много, призы тоже довольно неплохие, потому что, когда они разыгрывают такие випки на два часа, на пять часов, понимаешь, что это действительно неплохие призы. У меня тут появилась офигенная идея, конечно, для нас, для обычных игроков, не для админов, а может быть для них тоже, это выдавать такие пин-коды на какие-то различные праздники. Например, что вам стоит просто взять и раздать абсолютно всем какой-то скин навсегда на какой-то праздник. Например, на День Святого Валентина тоже добавили отдельные достижения. Никогда не понимал День Святого Валентина, вроде бы прикольный праздник, приходишь в школу, все валентинки дарят друг друга. Девушки, зачем они дарили валентинки друг другу? Не помню я, что в Warface праздновался День Святого Валентина, ну, может быть, счастливые часы какие-нибудь продлили, но именно достижения никогда еще не видел. Помню неплохо было то, что розовые десерты голдобали на День Святого Валентина, ну, это за кредиты. Например, выполнив ПВЕ задание море романтики, это уничтожить противников в ПВЕ миссиях, кроме тренировки, и легко в любом спецоперациях вам достанется отличная награда. Если вы убьете 500 штук, вы получите 10 знаков воскрешения, вип ускоритель на 3 дня, если 1500, 15 знаков, вип ускоритель на 5 дней, если же 3025 знаков, вип очка уже на 7 дней и 75 боевых очков. Не скажу, что DLC-синдикат настолько удачный, что боевые очки настолько там сильно роляют, на самом деле на эти боевые очки вы сможете продлить какое-нибудь задание, да и все. Ну, к примеру, если вас смучает задание сделать 15 крушителей черепов на ПВП, то, в принципе, можете за эти боевые очки его и выполнить, чтобы себя не мучить. А если вы сможете повернуть 3000 врагов ПВЕ, то помимо вышеперечисленных наград, вы получите достижение настоящий романтик, и выглядит оно, кстати, довольно ништяковский. Чуть посложнее задача это убивать людей в ПВП, в быстрой игре, потому что в обычных комнатах это все дело не читается, вы можете там ботов фармить и все остальное. За 1000 убийств вам также дадут 25 штук мин, 7 дней вип ускоритель и тоже 75 боевых очков. А также за 1000 вам дадут еще одно достижение, вот такое вот каменное сердце. Поначалу я подумал, что это за гевно, но это настолько круто, то что это достижение сочетается с тем достижением. И выглядят они вместе просто великолепно, рекомендую абсолютно всем его получить. Но фармить 1000 врагов в принципе не сложно, запуститься играть какой-то пригород вообще спокойно, с беретой. Ну и чтобы получить самую крутую нашивку, вам нужно завершить все ПВЕ и ПВП задания, чтобы награда нашла своего героя. Не надо много людей жаловать, что у них синдикат не читается, не знаю как все это говно будет читаться, но удачи вам, друзья. Не знаю, вот вроде бы всегда делаю видео, обещаю, думаю, ну блин, тоже прикольные награды, прикольные достижения, надо тоже бы сделать. И потом забиваю хрен. Но тут действительно такие сексуальные достижения, так хочется их получить, но что-то так в лоб. Запускаться, играть эти ПВЕ, господи. То ли дело, какие-то вкусные пин-коды на миллион активации, до сих пор не могу об этом забыть. Я, друзья, хочу вам предложить поддержать это видео лайком, рассказать друзьям, и чтобы админа вот просто захотелось добавлять такие пин-коды почаще. К примеру, вскоре у нас также будет 23 февраля, и скорее всего админы будут раздавать всем скины РФ, так может быть админы сделают пин-код на миллион активаций этих самых скинов. Потому что часто в свою группу ВКонтакте они скинут подобные пин-коды, но их забирают очень быстро тысячи активаций, даже если 5 тысяч активаций, это очень быстро улетают. Именно людей, которые хотят бесплатно получить что-то в этой игре, да даже человек, который не играет в эту игру, зайдет и получит этот сраный пин-код. Поэтому, дорогая администрация, очень приятно было, если вы делали абсолютно для всех, вот все, чтобы ваши игроки это дело получили. Следите человек за вами в социальных сетях, очень приятно будет получить что-то, да не обязательно, даже навсегда, даже на 30 дней скин РФ будет приятно получить. А 8 марта, кстати, Михаил Хаймзон обещал подвести какие-то новые женские скины, правда он не сказал, что конкретно к 8 марта он успеет это сделать, но скоро ждите, что в игре будут новые женские скины. Честно, я уже не припомню, когда я, кстати, в последний раз горел на эти женские скины, вроде бы каждый раз в 2013 году, когда запускался, у меня пердочело всполыхал, когда я видел какого-то чувака, играющего в женском скине. Сейчас я думаю, из-за чего я так на них горел, ну возможно из-за того, что не из-за того, что они играют в бабоскине, то что женские скины хотят быть транссексуалом, женщиной или кем-то подобным. А то, что в 2013-14 году реально бабоскин давал какое-то преимущество, он по-другому передвигался, у него сложнее было попасть, он как-то неплавно передвигался, рывками передвигался, действительно он давал какое-то преимущество. Сейчас не знаю, либо я надрочил себе такой скил, что мне вообще насрать в кого попадать. Многие почему-то ошибочно думают, что в моем клане запрещен женский скил, на самом деле нет, не запрещен, но просто у нас любят люди пошутить над тем, кто его использует, и поэтому их начинает стипать, и они его просто не юзают. Вообще, на самом деле, каждый человек должен играть так, как он захочет, но п***ть это дело святое. Не припомню таких моментов, когда админы давали именно женский скин, на 23 февраля они любили раздавать скин на Российской Федерации, но на 8 марта вообще не припомню, вот честно, убейте меня, можете поправить меня в комментариях, но я не помню, чтобы админы хоть когда-то давали женский скин. Хотите играть в женском скине? Покупайте его! Я не знаю, ну так мне понравился, сука, пин-код на миллион активаций, ну какой он был шикарный, абсолютно каждый мог создать кучу аккаунтов, кучу друзьям скинуть, они просто взяли бы и вернулись в игру, нифига себе, какая-то новая пушка навсегда бесплатная, администрация любит нас, это ж реально хороший подход клиенту. Админы, юзы, и мы, игроки, будем ждать от вас новой халявы. Обязательно пишите в комментариях, как вы будете отмечать 14 февраля, кто-то будет фармить достижения, кто-то будет заниматься другими делами. Если у вас нет компаньона 14 февраля, друзья, не переживайте, у вас всегда есть мой канал, можете зайти, мы с вами посидим, посмотрим видосики, поиграем в Warface, это намного круче! Тем более, не все так плохо, вон, например, на турецком Warface вообще закрыли сервер, там не особо много людей играли, но прикиньте, кто-то играл, качал свой аккаунт, донатил него, и теперь его просто взяли и закрыли. И что вы думаете, кому-то вернули бабки? Да нихрена, вы думаете, перенос аккаунта какой-то, да ничего страшного, там на Евроварфейс их аккаунт перенесут? Да нихрена подобного. Единственное, что у них есть, если они с этого e-mail, которого они играли на турецком Warface, идут на Евроварфейс, им просто с арта дадут вроде бы 30 ранг, открытые модули и 50 тысяч варбаксов. Донат, часы, все, что они там наиграли, им это нихрена не вернут. Друзья, не переживайте, наш русский Warface вряд ли когда-либо вот таким образом закроется, там действительно был очень маленький онлайн, я вообще никогда не видел смысла от европей, турецких, каких-то бразильских Warface впихните это все в европейский Warface, просто разделите на разные сервера, да и все, зачем людям мучиться, какие-то клиенты новые скачивают, просто меняешь язык, меняешь сервер, да и играй в общем клиенте со всеми. How about it, man? Спасибо, друзья, огромное за просмотр, поддерживайте это видео лайком, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, все ссылки есть в описании, обязательно взгляните. С вами был Серега, благодарю вас за просмотр, увидимся, пока.